Параллельно что-то случилось. Нет сомнения, что музыка звучит в душе каждого человека. Вот только услышать ее может не каждый. Кому-то просто не дано. У кого-то заботы материальные и житейские со временем гасят искру, заложенную создателем. А вот героиня нашей программы на протяжении многих лет не только слышит и несет людям свою музыку, но помогает загореться новым звездам и звездочкам из искорок таланта своих учеников. О замечательном педагоге и музыканте, прекрасной обаятельной женщине Татьяне Михайловне Куровой этот фильм. Музыка 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 Вечером прихожу, звонят, мы с ученицей выиграли, представляете? Музыка То есть вы стали учителем года, да? Музыка Там готовились больше полугода преподаватели, которые вполне достойны. Музыка Это впервые у вас такой успех, да? Музыка Ну какой успех? Я не стараюсь участвовать в каких-то таких глобальных, потому что все равно моя основная задача готовить ученика. Музыка 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 Татьяна Михайловна зазвучала в послевоенном Ульяновске, где среди покосившихся заборов и очередей за хлебом девочка со скрипкой воспринималась как минимум странно. Тем более, что до музыкальной школы с Куликовки, где она жила, путь был неблизким, да в общем-то и небезопасным, о чем наша героиня тогда и не задумывалась, но обо всем по порядку. Музыка Татьяна Михайловна, вы из музыкальной семьи, я к тому, что знакомство с музыкой как и где и когда произошло? Музыка Ну, я родилась после войны и отец мой вернулся из плена неожиданно, потому что приходили какие-то там документы, справки, что он пропал без вести. А это что означало? Что человек, наверное, погиб. Он неожиданно вернулся и их освободили американцы. Музыка И так как он ушел из семьи, мне было три года, вот по этому вопросу я что могу сказать? Что он сам сочинял музыку, сам писал стихи. Музыка Его родственники все обожали за его вот такую музыкальность, артистизм. Но я очень мало помню всего этого, потому что ну три года, сами понимаете, да, какой срок. И помню только несколько раз брат тайком, так как был запрет встречаться с отцом, водил меня к нему на работу. Все, что я помню, он плакал. Как он играл, как он пел, я ничего этого не знаю, но все говорят о нем с восторгом. Вот он был очень музыкальный. Вот любой инструмент, как они говорят, давай ему в руки. И он моментально тут же подбирал любую мелодию и сочинял на ходу. Еще что я помню, что музыкантов не было у нас, но когда собирались многочисленные родственники, они замечательно пели. Это был уже какой-то стоявшийся хор. То есть можно сказать, что я даже и в музыкальной среде родилась. Как называется пьеса, которую Даша сейчас выбирает? Это танец, поэтому Даша весело сейчас будет у нас играть, да? Найди нотку первым пальчиком. Давай, весело. Тогда район этот Куликовка назывался. И что я хочу сказать. Там дом был большой, и родственники все были рядом. У нас огромная была семья. И там у бабушки трое детей, у них тоже по трое детей. И во дворе были двоюродные братья и сестры и так далее, но они все были довоенные. Я одна была послевоенная, совсем маленькая. И было весело, интересно, и голод был страшный. Ну, там выручали, то один нальет стакан молока, то еще что-то. Как-то справлялись с этим. Частный дом. Всем миром как-то вот. Да, да, да. Не поклонилась, тебя слышно. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 да? Да. И возвращаться не страшно было? Район был ведь очень криминальный. Я помню больше, что было доброжелательное отношение. И, кстати, ходили пешком мы, а школа, она находилась приблизительно где в конце Гончарова. Напротив там Ленинский дворец бракосочетания. Я не знаю, но, наверное, для ребенка далеко было. Потом ее переместили, где Карамзинский садик, где музыкальное училище. На первом этаже была школа, а на втором этаже музыкальное училище. Вот это вот я там заканчивала школу и музыкальное училище. А возвращаться поздно от тротуаров не было? Возвращаться поздно. Освещение тоже, наверное, уличного там на Куликовке никакого? Никто не провожал, не встречал. Но я не боялась. Я не знаю почему. У меня брат был старший, который меня опекал, и его все знали. Поэтому, я думаю, это основная причина была. Ну, просто темно и грязно. Вот где-то весной, осенью распутиться. Это же тоже для девушки не совсем такой фактор, который стимулирует учебу в музыкальной школе. Ну, а мы все равно, вот мы не боялись. Наверное, сейчас вот совершенно по-другому, да? Я смотрю, дети уже взрослые, родители их приводят, встречают и так далее. У нас такого не было, не было возможности такой. В воскресенье. В воскресенье. В воскресенье, да? Да. В дополнительный урок. Если скрипку отремонтируешь, то тоже я тебя жду. Ты говоришь, Даша, ты меня слышишь? Ну, если получится, если нет, другой день назначить. Тогда понедельник. Хорошо? Хорошо. Вот. Спасибо. Собираемся, и на дополнительный урок я вас жду. У вас передвучка, да? Нет, у меня только волосы. Вторая 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 вторая. Вторая вторая вторая. А вот так. Илентом солирует. Съединяй, не расстеляй морду, фраза большая. Съединяй. Сколько соответствий. В музыкальной школе все равно это труд дополнительный, труд тяжелый. У вас это как было? Личные желания или мама, родственники наставили? Когда вот, ну, ребенок начинает, наверное, несознательно там, родители приводят, а потом у кого-то отторжение начинается, а кто-то понимает, что да, мое. Вот как у вас было? Я понимаю, ну, было все. Потому что меня, когда привели в школу поступать, это было, наверное, все-таки родственников советы, и мама меня привела. Какой класс-то? Я думаю, второй. Вот, рано я не пошла, как бы. Вот. Потом я еще была спортивной, тогда спортивные секции были, я уже их как бы посещала, и пришла поступать на фортепиано. Ну, так как меня там заставили петь очень долго, я, по-видимому, и приплясывала еще, и пела народные песни, которые пели в гостях у нас. Замечательные мои родственники. И вот я видела какие-то улыбки, доброжелательные отношения, я там пела на полчаса. Вот, они и подпевали, и в ладоши хлопали. То есть как бы расположили меня к себе и предложили. Видно, слух хороший был и ритм. В класс скрипки. Ну, туда брали детей с хорошими данными. Вот. Ну, я как бы, ну, согласилась, что ребенок покладистый. Р�� Чистополь Играет происходяще. КОНЕЦ Педагогов было очень много. Один год один, второй год другой. И что мне запомнилось, и вот как бы в судьбе такой поворот. С Питера, тогда ведь Ленинград был, да? Приехала Гольцман, Нелли Гольцман. Она, по-видимому, закончила и была направлена в Ульяновск к нам в школу. Вот тогда у меня появилась заинтересованность и все. А так во время учебы я хулиганила. Я скрипку один раз в автобусе оставила. Умышленно? Да. Но все на улице, все гуляют, там классики, скакалки. А мне все равно нужно было заниматься. И на остановке, на следующей остановился автобус, и парень за мной бежал целую улицу. А вы от него? Нет, я уже поняла, что... Это судьба. Что это судьба. Он мне вернул скрипку. Я его ждала. Ну, неудобно, парень бежит за мной. Ну, куда же я буду бежать-то от него? Он мне, значит, вернул. Он думал, что я ее просто забыла в автобусе. Я даже не поблагодарила, потому что растерялась совершенно. Думаю, ну все, теперь я свободна. Ну, у меня был старший брат на 10 лет, меня старше. Он был и спортсмен, и потом он пошел работать в 15 лет, так же, как я, кстати. И, по-видимому, он был какой-то авторитет в районе, потому что меня, наоборот, опекали. Ну, я ни на кого не могу пожаловаться, относились замечательные соседи и молодежь. И ничего я не вспомню такого породящего в наш район. Где она жила, очень веселый район. Был даже такой момент, когда меня встретили, там, человек, не соврать, человек 10. Она на Куликовке же жила, там, Орлова, 7. Ну и вот, ну, я к забору так прижался. Хотели, наверное, побить. Ну, один парень меня узнал там, говорит, этого не трогайте. Все, и на этом закончилось. То есть спортивное имя уже помогло. Да, 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 да. Владимир Васильевич Куров, знаменитый хоккеист, неоднократный призер чемпионатов СССР по хоккею с мячом и чемпион страны по хоккею на траве, познакомится со своей будущей супругой на танцах в автомеханическом техникуме, куда учащуюся музыкального училища, спортсменку-комсомолку Таню Мельникову направит комитет комсомола. Бывали и такие необычные задания. Искра вспыхнет сразу, но завоевать Таню будет сложнее, чем медаль на ледовом поле. Будут и безуспешные попытки пригласить на прогулку, и долгие ожидания под окнами музучилища после тренировок. Порой с баулами и клюшкой, часто вместе с товарищами по команде. В общем, пришлось понервничать и подождать. Добиваться взаимности будущей супруги, наверное, тяжелее, чем ворота брать хоккейные, да? Ну, в конце концов, да, наверное, где-то год она на расстоянии меня держала. Хотя я пытался и ухаживать, и все, как говорится, по тем временам. И в школе мы, около школы музыкальной, вернее, училище музыкальное, где она училась, встречались. Я встречал ее, да, я ее встречал. Ну, и летом на пляже виделись так это, но долго-долго она отбой давала. Они поженятся, едва обоим исполнится девятнадцать. Не сказать, что родители будут в восторге от этого брака, но что произошло, то произошло. Как выяснилось, на всю жизнь. Не сказать легкую, но яркую-то. Уж это точно, что у одного, что у другого. И я вот уже в конце первого курса музыкального училища, мы же тогда не после девятого, а после восьмого шли в музыкальное училище или в какие-то техникумы. И там уже начинала работать за какие-то там небольшие деньги. Мы играли, знаете, где, по-моему, на автозаводе там какой-то оперный кружок был, самодеятельный, наверное. И мы, как музыканты, были востребованы там и уже получали какие-то небольшие деньги, были несказанно рады просто. Первые успехи когда почувствовали, что приходят? И что было первым успехом? Ну, я не знаю. Для вас первый успех? Ну, в то время ведь в училище и вообще в музыкальных школах не было вот этих конкурсов и так далее. Нас никуда не возили, не показывали, мы нигде не выступали. Все шло как бы вот так вот своим ходом. И, может быть, даже это и неплохо было сейчас, вот, засели этих конкурсов различных. И не всегда это бывает достаточно высокий уровень. Вот, хотя они называются международными бывают и так далее. Ну, а какой успех? Ну, вот закончил училище и сразу же нас определили на работу. То есть мы не искали работу, вы сами знаете уже. Мы шли по распределению. Ну, я не знаю, может быть, у меня какое-то я вот везение есть по жизни, потому что ученики всегда были замечательные. Вот с первого года у меня, мне сразу дали в школе 17 человек детей. Это вам сколько тогда было? Когда закончил, 19 лет. Вот когда, 19 лет, и вам сразу 17 человек, главное. Да, направление в школу музыкальную. Ну, там многие ребята у нас поехали в консерватории. У меня не получилось, потому что, ну, мама не могла бы обеспечить мое обучение в другом городе. А у нас вообще курс был потрясающий. Потом сразу же поступили в Московскую консерваторию, в Нижегородскую консерваторию. Меня приглашали в Киев, в Киевскую. Прямо со мной разговаривал преподаватель из Киевской консерватории Скрипач. Вот. Ну, я сразу начала работать, и тут замужество. Брак был ранним. Я не знаю таких родителей, которые бы приветствовали ранние браки, как у вас было. Ну, я не могу сказать, что отец-то был за, мать немножко, конечно. Ну, что, молодой еще был, 19 лет она. Вроде не ровнее тебе и так далее. В смысле, то, что она музыкант, а ты спортсмен. А потом все стабилизировалось. Ну, я вот, не знаю даже, рассказывать или нет, когда он познакомил меня с родителями, ну, мама, конечно, была категорически против. Я ее не осуждаю за ее точку зрения. Она говорила, ну, с ума что ли сошел там со скрипкой какая-то девочка. И как бы они считали, что я жена такая неперспективная. Не накормлю, не напою и так далее. Ну, это стереотип. Ведь у многих, если она играет на скрипке, она руки бережет, она посуду мыть не будет, картошку чистить не будет, она вся в искусстве, на концерты тебя сводит, а вот за стол посадить это... Ну, это очень часто в обществе. На самом деле так это было? Или вам тоже пришлось как-то себя менять? Или вы были готовы к этой бытовой стороне уже? Нет, мы были готовы, просто уже деваться было некуда. Мы сразу жили отдельно же от родителей. И нужно было и ребенка воспитывать, и готовить, и кормить, и так далее. Пока Татьяна Михайловна почивал у нас вкуснейшим борщом и рыбой из волжских уловов супруга, пришел с тренировки Волги и Владимир Васильевич. Естественно, мы не могли не поговорить и с ним о том, как ужились под одной крышей коммунальные квартиры коньки и скрипка. Ох, и интересно это дело писать супругов по отдельности, даже проживших вместе полвека. Может быть, супругов с таким стажем еще интереснее, ведь семейная жизнь, как вино, с годами только крепче и дороже. Ничего она не умела делать, кроме того, как играть на скрипке и преподавать. Вот это она умела хорошо, и в итоге она стала заслуженной преподавателем. А я это... Что я могу сказать? Были, вот как раз были такие небольшие нюансы, когда приходишь, а ничего не готово, ничего там нет. Но когда любишь друг друга, то в итоге находишь какие-то контакты, и все становится на свои места. Сейчас она у меня... Ну, она... Бывает, вот как вы сказали, что люди... Ну, не готовит она и не хочет учиться готовить. А она нет, она стала учиться, и все. Ну, я помогал, конечно, где-то что-то. Я не могу сказать, что я готовить могу. Ну, конечно, могу что-то, но помогать, там, картошку почистить, что-то там, где-то я умел. С детьми помогал, там, и ночью я вставал, там, крик детям, чтобы она выспалась немножко, давал тоже. А так... А сейчас она готовит вообще бесподобно. Очень хорошо, вообще вкусно, и все она умеет готовить. Вот и до, я считаю. Ну, я начала-то работать как бы вот с второго-третьего курса уже в музыкальной школе за Волгой. И тогда уже были какие-то деньги. Вот я никогда не помню, чтобы... Вот сейчас дают родители деньги детям. Никогда, ни на дорогу, ни на обеды, никогда ничего не давал. Мы тут, знаете, что стали делать? Ходить, когда в музыкальном училище я училась. Там столовая обкомовская была. Мы заказывали только чай. А на столе был и хлеб, и горчица. Ну, это вообще ужас был какой-то. Намазывали хлеб горчицы и с чаем пили. Но в те времена хлеб бесплатно стоял в столовой. Стоял, тем более обкомовская была вот такая. И почему-то нас пускали, и вот мы с студентами там как-то перебивались. Чай-то с сахаром хоть нет? Да. Квартира вот эта вот коммунальная, где вы с Владимиром Васильевичем всю жизнь, можно сказать, прожили, да? Дома надо ведь тоже заниматься, играть. Соседи не жаловались. Бывает же, через стенку стучать начинают. А по коммунальной квартире. И супруг как к этому относился. Он же с игры тоже разобранный там какой-нибудь приезжает. Ему покой нужен, не кричал, что прекрати играть, пиликать. Вот расскажите об этом немножко. Ну, мы когда въехали сюда, это была действительно коммуналка. Жила, значит, член партии, такая правильная, очень хорошая женщина, Санташова Екатерина Георгиевна, которую, ну, я лично даже побаивалась. Вот. Ну, я не знаю, у меня о ней только добрые, хорошие слова. Потому что родился через год ребенок. А тогда мы не сидели по три года с ребенком. И помогали все, и соседи, и она. И я как бы не прекращала занятий музыкой, потому что оставлять детей, это уже как бы потерять их. Ну, там год или два, или три сидеть. Вот. И мы через два-три месяца выходили уже на работу. Дети приходили заниматься, но мужу, наверное, было неприятно. Но терпел. Владимир Васильевич, есть ведь нюансы, связанные с профессией музыкальной. Когда по 40 раз какая-то фуга, в конце дня напрягать начинает. Я понял ваш вопрос. Вот вы отдохнуть хотите, жена должна репетировать. Я понял ваш вопрос. Я могу сказать, что были, да, такие моменты, когда я уходил, стелил в ванной и спал в ванной. Ну, тоже ведь надо, как говорят, спорт тоже должен, физически устаешь, там, вот это вот все напрягает. Было такое, что и уходил там. Ну, до конфликта во всяком случае не доходило, все как-то так это мягко складывалось. Она умная женщина, она умела где-то дать понять, что ей не нравится этого. Я давал понять, что мне это не нравится. Ну, и в итоге, хотя, как говорится, разные полюса, вроде того, наши, она музыкант, я спортсмен, говорят, вроде как, не должно бы так хорошо быть. Но у меня, я считаю, что мне повезло с женой. Сегодня в программе концерта выступают получающиеся от струнного отзывения, скрипачи. Это ребята, которые в настоящий момент стоят на разных ступеньках в постижении искусства игры на этом музыкальном инструменте. Но есть одно, что объединяет всех этих ребят, безусловно, способных и талантливых. Точнее, одна замечательная женщина, их первый педагог, которая сумела не только привить темников к музыке, к скрипке, к совместному мультизированию, но и смогла сориентировать их на дальнейшую профессиональную деятельность, чтобы увлечение скрипкой стало главным и любимым делом их жизни. Я сейчас говорю о своей коллеге, преподавателе областной детской школы искусств, преподаватель высшей квалификационной категории, которая проработала в школе почти 30 лет. Это заслуженный работник культуры Российской Федерации Курова Татьяна Михайловна. Уважение именно к профессии жены пришло сразу, нет? Или какое-то время потребовалось? Ну, мы ведь мужики все одинаковы. Ну, жена пусть она там занимается чем угодно, лишь бы в какие угодно игрушки играют. Моя профессия главная, да, я ведущий, ты ведомый. У вас так было, нет? Ну, практически да, поначалу-то. А потом, когда я увидел, что у нее хорошо все получается, складывается все, то, конечно, мне было очень приятно, что у нее там дети и в оркестрах играют, и уезжают, и поступают и в консерватории, и за границей работают, и к ней очень так они благоприятны. Да вы сами видели, как у нее девочкам играла. Вы на концерты какие-то их отчетные сразу стали ходить? Или на какие-то концерты с ней классической музыки нет? Нет. Я, когда ухаживал за ней, попытались мы, значит, с ребятами, я уже не помню с кем, точно не буду говорить, а попытались пойти на концерт, ну, были на концерте. Она меня посадила со своими однокурсницами, мы сидели там с однокурсницами. Ну, симфоническая музыка мне далеко не это непонятно, если честно. Хотя я очень любил эстрадную музыку, джаз любил там и так далее. Мы выросли на Беттлзах там и так далее. А вот на этом концерте она нас посадила, но это еще мы дружили когда. И девчонки эти, которые сидели, они, ну, как они там все восторгались и хлопали, это было, конечно, видимо, здорово. А когда они меня спросили, как тебе нравится, я говорю, да, очень нравится. Я, конечно, немножко лукавил. А что вам нравится? Я говорю, долго играет. Вот такое было. Приучить его было тяжело ходить на эти концерты. У него как бы свои приоритеты были. Но он иногда ходил. И я хочу сказать, что он вообще фальшиво пел. Это было что-то ужасное. Он в последнее время чисто петь у меня стал. Заслуга, наверное, учеников, которые здесь занимаются, тоже играют. Ну, музыка постепенно, благодаря супруге, заняла определенное место в вашей жизни. Ну, а куда деваться-то? Деваться некуда. Если любишь человека, то приходится слушать ее. Иногда приходилось, что она болела, и к ней домой приходили, занимались. И что здесь делать? Ничего, слушаешь. А Татьяна Михайловна на хоккейные матчи сразу начала ездить, даже в Мороз. Она ходила, да. Ну, тогда как-то женщины, наши жены всех игроков, почти все, и у них место там было, и они стояли все вместе там, и в раздевалку. Не в раздевалку, а в павильонах запускали, и они в Морозы, да, они были, и с детьми приходили, с колясками, сойдем так. Ну, другая бы сказала, я в вип-ложу не пойду, не надо мне, играй ты во что хочешь, мне не интересно. Нет, она меня очень поддерживала в этом, она вообще молодец. В этом отношении она просто молодец. Это было и приятно, в итоге ты, как ты выходишь играть, ты знаешь, что там за тебя болеет. В ваших медалях какая доля ее переживаний, ее труда? И не только труда, и когда у меня и травмы были, и болел, когда я с температурой 39, мне приезжали уколы делали, и тут же на игру. Я считаю, это как минимум по 50% ее заслуга. Татьяна, в общем, молодец у меня, что там говорить, она золотой человек просто. Терпеть такого чудака тоже не так просто. Ну, во-первых, он мало бывал дома. И как бы помощи со стороны родственников не было, его родители жили в другом городе. Я говорю, слава богу, что иногда вот соседям оставляли там детей и так далее. Потом они подрастали, хулиганить начали. Один раз пришли старший. Рассказать вам этот случай, да? Расскажите. Значит, в школе старший забрал младшего из школы. И там сказали, что у него длинные волосы, нужно его постричь. Он сам взялся за это дело. И, конечно, видно, кулаками все выстриг. И уже было невозможно смотреть. Он боялся, что мы придем с работы и будем ругать его за это. И он его побрил на голову. Василий Дмитрий. Испугавшись, по-видимому, еще больше, они вышли во двор. Он показал всем мальчишкам, значит, его бритую голову и сказал, что сейчас это круто, модно. И еще побрили несколько человек во дворе. Потом Василий, значит, идет с работы один из родителей детей и говорит, Вася, такие кудри у тебя были. С ума что ли сошел? Зачем ты побрился-то? А сын у него со второго этажа кричит, пап, и тоже бритый на голову. Ну, во дворе был вообще жуткий скандал. Мы когда пришли, я не выходила дня три вообще во двор. Ну, это можно, конечно, и похулиганили. И сейчас уже вспоминаешь как бы с юмором такой момент. Потому что соседи долго потом вспоминали. Это когда у нас как уголовники были, полдвора было побрето детей. А я вот еще о другом подумал. У Владимира Васильевича зарплата 130 рублей. В Волге, ведущие хоккеисты, ну, жили так, ну, ужасно в Ульяновске всегда зарплату. Я не знаю, это вы давали, как-то, не знаю, что. У вас, наверное, тоже не больше. Двое детей. Вы уже известный педагог, он известный хоккеист. Как жилось? Материально ведь тоже тяжело. Тем более, вы говорите, родители помочь тоже ничем не могли. Ну, вот я из детства, когда мы жили на таком уровне, что мне очень нравилась теория, когда вода, лук, растительное масло. И потом уже менялось время. И когда уже было, ну, были же годы, когда там все по очереди, ничего не достать и так далее. Он из поездок что-то привозил все-таки из Москвы, так и так далее. Жили скромно, но лучше, чем раньше. И нас все это устраивало. Мы никогда вот не обижались и не осуждали никого. И понимали, что это происходит там во власти, в переменах, да, в нашем государстве. Я не знаю, мы довольно легко это все переносили. Не знаю. Нет, ну, знаете, как вот, получали мало. Мало того, я еще, как бы, зарплаты мужа вообще-то особо и не видела. Вот мечта мужчины – купить машину. И вот у нас все время было. Я устраивалась на вторую работу, с детьми мы справлялись, да. А муж копил на машину, например. Мечта Владимира Васильевича купить автомобиль так и оставалась мечтой. По крайней мере, здесь, в Ульяновске, буквально до начала 80-х. Потом было приглашение в Иркутск, где сразу нашлась и квартира, о какой в Ульяновске и мечтать не могли, и зарплата в три раза выше Ульяновской, и автомобиль. А самое главное отношение тех, от кого зависит это самое благополучие, которого почему-то никогда не было в родном городе. Возможно, потому, что пророка нет в своем отечестве. Или по каким-то другим рационально абсолютно необъяснимым причинам. Меняется что-то? Не знаю. Но мне кажется обидно, что звезды, которые вспыхивают здесь, вспыхивают, конечно, не сами по себе, востребованы бывают далеко отсюда. Это относится не только к спорту, но и к музыке. Ну да, с машины я эту историю знаю. Копить можно, ее еще купить невозможно. Это только в Иркутске обещали, у нас все в Ульяновске. У нас даже и не обещали ничего. Ладно, давайте о радостном. Вот ученики, это же радость, правильно, успехи учеников. Педагог, как и тренер, он в ученике реализуется. Самый большой успех, первый, международный, наверное, какой-то, ваших учеников. И как это было? И какие вот эти, вспоминаете, моменты? Ну, вы знаете, как вот мы ездили в Португалию по приглашению ведущего педагога. Это вот когда эти поездки-то начались? Это уже в новое время, наверное, после СССР. Ну, у меня, знаете как, у меня были вот такие моменты, значит, радость была от того, что я работала с своими преподавателями. Вообще, наверное, тяжело работать с своим педагогом, правда ведь? Выстраивать как бы отношения. Они авторитарны, они все знают. Ты как-то беспокоишься за то, что правильно ты все делаешь. Ну, они создали такую атмосферу для меня лично, что они помогали, консультировали. И потом мои дети поступали к ним заниматься в музыкальное училище. И один из педагогов уезжал в Португалию на работу. И вот он привел своего ученика, ну, можно сказать, проблемного в каком плане. Он сказал, что у мальчика плохая память, что его здесь взяли на спецотделение. У нас тогда в школе открыли бесплатное спецотделение. Что там многодетная семья. И что он ездит из этой деревни, там, из Чердоклинского района. Мы его, значит, вот этих детей берите, а его отправляйте назад. Потому что перспективы у ребенка нет никакой. И, значит, ну, я согласилась с ним и так далее. И мы занимаемся в зале с своими я детьми ансамблем. И входит у нас зауч Галина Петровна Лукьянова. Потрясающий зауч, потрясающий музыкант и человек. И она ведет этого мальчика, который заплаканный. Он, значит, это мальчик из деревни. Он кланяется в пояс. Дети смеются. Ну, как вот так по-русски в пояс. И она тоже потом рассказала, что она сказала, Жень, ну, что ты мучаешься? Ездишь вот в город, сбегаешь с уроков. Там же есть музыкальная школа в деревне? Ну, там и учись. А он сюда приезжал как будто в храм какой-то. Он так любил эту школу, что он сильно расстроился. И она говорит, ну, ладно, идем поклонимся Татьяне Михайловне. Может, она тебя возьмет в класс. А у меня свой в класс. И еще вот Титов Андрей Герчий оставил у меня своих детей, понимаете? А он это воспринял буквально, что кланяться мне нужно подойти. Ну, когда ребенок поклонился, ну, как вот вы его что, не возьмете? Давай, значит, раз решение есть такое, уезжай опять туда. Я взяла этого парня, ну, мальчишку. Он оказался такой талантливый. Такой замечательный. И в перспективе, вот, я бы, не знаю, я бы, наверное, жалела всю жизнь. Если бы я его не взяла, у него бы, возможно, сложилось все по-другому. Он сейчас заканчивает высшую школу музыки в Америке. А дома у него была такая обстановка. Отец остался с тремя детьми. Мать по каким-то причинам ушла из семьи. Отец женится. Значит, там тоже трое детей. Вот шесть человек, да? И еще родился ребенок один у них. Ну, конечно, тяжело им, наверное, жилось. Тем более, вот, отец, он сочинял музыку, стихи. Вторая жена была пианисткой. Она им помогала в его творчестве. Они очень известные люди у себя в районе. Вот. И... Ну, в общем, я рада, что я его взяла в свой класс. И что у нас дела пошли хорошо. Мы стали лауреатами конкурсов. Когда поехали в город Тольятти. И там преподаватель, с которым мы познакомились, она уезжала к сыну в Америку. И мы его, Женьку, забрала туда. Мы тоже пользуемся с моментом. Мы хотим поздравить этот замечательный коллектив с юбилеем, потому что в этом коллективе играл и наш сын Женя. Хоть он сейчас очень далеко в Америке у нас учится, но он сердцем и душой с нами здесь. И вот пользуясь с моментом, мы хотим Татьяну Михайловну поблагодарить и сказать большое огромное спасибо за ее любовь, за ее душу, которую она вложила в наших сынах, потому что именно она дала эту дорожку, проложила в этот прекрасный путь мира. Горобцов Женя. Я его до сих пор помню и люблю. Он уже сам папа, у него растет ребенок. А к этому преподавателю, который уехал у нас в Португалию, он мне позвонил и сказал, что нас организуют с конкурсом. Привози, если есть сильные дети. И вот я поехала с своим учеником, Ишкиня и Фарид. И мы там на международном конкурсе получили второе место. Для нас это, конечно, был большой успех, потому что это первый такой выезд был. Первое место получила племянница председателя жюри. И я как поняла, что мой ученик тоже рассчитывал на первое место, потому что после репетиции португальцы его выносили на руках. Вот понимаете, менталитет разный. Российский народ и народ в Португалии. У нас немножечко какая-то существует соперничество, зависть. Они так умеют в Португалии радоваться успехам других. Я вообще впервые это узнала, почувствовала и была очень удивлена. И, значит, для нас это огромный успех. С нами мама ездила. Мы там были рады, испытывали гордость. А он расстроился, потому что ему прочили первое место. И убежал. Мы его два дня искали. Это в Португалии? Да. Он на берегу океана, на этом острове переживал вот это событие. Ну, эмоциональный был ребенок. Вот он сейчас тоже в Америке у меня, в Нью-Йорке учится. Очень талантливый, способный мальчик. И очень часто побеждал он на всех этих конкурсах. Вот, поэтому я очень рада за них. Ну, у меня многие дети выбрали в своей профессии музыкальные направления. Вот. И успешны в этой области. У меня только в оркестре сейчас, в симфоническом, трое ребятишек играют. Но это тоже здорово. Настолько мэтр и профессионал своего дела все, каждый. То есть я могу о каждом преподавателе говорить очень много и говорить только положительно. То есть люди понимают свое предназначение учителя. Большого, хорошего, крупное предназначение – это учить детей. А учить детей в нынешних современных условиях достаточно сложно. И могу объяснить, почему. Потому что настолько огромен выбор дополнительного образования, будь то спортивная школа, музыкальная школа, школа искусств, хореографический кружок. То есть настолько много соблазнов вокруг. Соответственно, нужно уметь заинтересовать, что благополучно Татьяна Михайловна делает. У нее это очень получается. И понимая, что трех-четырех-пятилетних детей, отбирая игрой на скрипке, она растит и взращивает определенный свой класс, свои таланты. И преемственность в ее случае просматривать очень здорово. Дети, которые выпускаются из ее класса, поступают в средне-специально, либо в высшие учебные задения по профессии, возвращаются на работу в школу искусств. То есть настолько работа качественная, что не просто воздух мы выпускаем детей, а работаем с ними очень плотно. И, конечно же, у нее есть огромные заслуги в том, что дети, выпускаясь в качестве выпускников областной детской школы искусств, в том числе выезжают за рубеж, там работают, и учатся, и находят свои призвания. Я немножко такой авторитарный, считаю, педагог. Может быть, даже излишнее давление у меня бывает, потому что мне тяжело без результата заканчивать урок. Я уже как бы привыкла к тому, что ребенок у меня будет профессионалом, и уроки строятся по-другому. И так вот работать немножечко спустя рукава, как бы, ну, хвалить его, хотя он не достоин этого, и так далее. Я не умею, не могу, и вот, я не знаю. Для меня необходим результат. Не тяжело? Нормально привыкли? А Татьяна Михайловна, строгий педагог, требовательный? Нет, нет. Привыкли. Нравится-ка не ходить? Нравится. А что особенно? Ты заходишь в класс, и наполняешь энергией, музыкальной энергией, когда встречаешь этого замечательного учителя. Если вы не умеете по-человечески обращаться с ребенком, если вам с детьми неинтересно, какой бы вы ни были гениальный исполнитель, вам будет очень тяжело. То есть, конечно же, нужно с ребенком общаться и найти какой-то контакт психологический, в первую очередь, потому что они приходят к нам в 5-6-7 лет. Они однозначно загружены в свою основную школу, им там тяжело, много нового, необычного, и очень много усилий прилагается. Все, школа началась, и, соответственно, если каким-то образом нагружать здесь, сразу с первого, с первого, там, второго класса, то будет очень сложно. Но элемент игры, элемент такого вот знакомства, завязывания отношений, и я думаю, что психологам нужно быть. Ежегодно более чем 500 детей наших учащихся становятся победителем различного уровня конкурса, вот абсолютно от городских до международных. Я считаю, главный, не главный, а одной из заслуг. Знаете, какой момент? Дело в том, что учащиеся нашей школы принимают в течение всего года участие в президентской творческой школе, которая организована в городе Сочи и называется «Сириус». Такой детский образовательный лагерь, несколько учащихся нашей школы принимают там участие. Это очень дорогого стоит. То есть отбор совершенно сумасшедший, и выиграть на общероссийском отборе путевку в этот лагерь на 24 дня, где в рамках этого вы можете поплавать в море, пообщаться, и получить мастер-классы профессионалов, причем с консерватории, с центральной музыкальной школы города Москвы. То есть и когда дети из ОДШИ включены в этот процесс, я считаю, что это здорово. То есть мы отобраны. А вот Татьяна Михайловна, совсем недавно мы говорим о том, что в прошлом году в Ежкар-Алу, в среднюю специальную музыкальную школу, в президентскую школу поступил ее ученик. Не выпускник, а именно ученик. То есть он с класса в класс перешел и обучается там. Ну, конечно же, она готовит новые звездочки. Не будем раскрывать секреты. Есть у нее такие выдающиеся дети, которых она готовит на определенный конкурс. Они с этими конкурсами же определились и учат программу и репертуар. А у вас уже успехи есть серьезные, да? Да, правда. Сразу поверили, что успехи придут? Или как-то вначале через силу было? Вначале через силу было. Пришлось поработать. Это желание родителей было в вашу прийти? Мое. Ну и родители ей помогли, конечно же. Когда почувствовали, что можете? Да. Сколько лет прошло? Вопрос на засыпку. Неизвестно. Ну вот если даже со спортом сравнивать. Вы знаете, наверное, что Татьяна Михайловна, да? Супруга знаменитого хоккеиста. Ну мне вот по спорту легче говорить. На каком-то этапе тренировок бывает, что вот требует тренер, ну вот не могу я больше еще. Ну что вот ему еще надо? А потом как-то второе дыхание открывается. А в музыке так же, наверное? Да. Не требует? Или бывает? Бывает иногда такое, да. Сейчас какие планы? Это секрет. Творческий секрет. Это секрет. Посмотрели друг на друга. Нет, Елена, ты туда смотрела. Еще разочек опустили. Посмотрели. Жень, более артистично поднимай. Не надо так попало это делать. Так. Все. Какой там оттенок у нас? Эм. Ага. Звук. Тут и плюкнул с мучок от низу. По-видимому, все равно вот сильный педагог и сильный ученик. И все равно они должны на каких-то человеческих вот своих качествах сойтись, подойти друг к другу. Не всегда получается хороший преподаватель, хороший ученик, дела не идут. Должны дополнять друг друга в каких-то вещах. Вот я не знаю, где-то пазл должны сойтись. А впасть. Успехи здесь каждый год. Участвуем в разных конкурсах. Каждый раз приходится добиваться каких-то целей. Все время работать над произведениями. Никогда нельзя делать паузы. Какие сейчас планы, желания и мечты? Зимой будет экзамен. Готовимся к экзамену. Дом, наверное, тоже приходится технику отрабатывать? Да. Не напрягает. Друзья где-то гуляют, уходят, там в интернете сидят, а надо со скрипкой все время. Нет, всегда находится угодно время. Все находится время. Зимой будет экзамен. Когда пошла работа, все это было автоматически. Но в будущем я вообще благодарна родителям, что они привели меня в музыкальную школу, что меня пригласили в первую школу. И, наверное, все-таки на первую школу талантливых детей, может быть, даже приходило больше, потому что она центральная наша школа. И здесь преподаватели сосредоточены очень сильные у нас, в нашей школе музыкальной. И как бы я очень довольна, и пока не собираюсь уходить, пока есть результаты, успехи, бросать как бы детей. У нас тоже какая-то обязанность есть довести его, правда? Чтобы он закончил хорошо, отдать его в хорошие руки, и потом радоваться его успехам. И я довольна, что у меня так сложилась жизнь. Я люблю свою профессию. Мне даже, вот знаете, было стыдно говорить летом. Все говорят, ой, первое сентября, да как не хочется, да как хорошо отдыхать. У меня такая тоска была, мне прям вот, я не знаю, я нервничала скорее первое сентября и встретиться с детьми. Чувствуешь, конечно, удовольствие вот по жизни от того, что мои дети успешны в этой жизни. Но все-таки наша основная задача, конечно, это. У кого ошибка? У кого ошибка? А? А? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok